Седьмой разбирайте. На месте пожара подразделения работают по второму номеру вызова. По требованию инспекторов ГИМС спасательный жилет должен быть надет на каждого пассажира, находящегося в лодке. Продолжение следует. На проспекте Победы в Петропавловске загорелись складские помещения. Но обо всем по порядку. 14 июля в 10.44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании на складах, общая площадь которых составляет около тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй повышенный ранг вызова. И в связи с этим к тушению привлекли максимальное количество людей и техники. На месте пожара подразделения работают по второму номеру вызова. Больше 30 человек личного состава, 10-11 лет. Площадь пожара на данный период 300 квадратных метров. В результате упорной борьбы с пламенем в 13.49 возгорание было локализовано. Но для того, чтобы полностью справиться с пожаром, бойцам потребовалось 8 часов. Причина этому – сложность в доступе во внутрь помещения. Грубо говоря, чтобы добраться до возгорания, пожарным расчетам пришлось разбирать, а затем проливать конструкции. Ликвидацию пожара дали только в 18.43. Из тысячи квадратных метров выгорело 300. Это были мебельные и кондитерские цеха. Остальные помещения удалось отстоять от огня. Погибших, к счастью, нет. Между тем, незначительные ожоги получил работник одного из складов, который пытался справиться с возгоранием самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавший был передан сотрудником скорой помощи, однако от госпитализации он отказался. Что касается причины пожара, то с ней до сих пор разбираются сотрудники Госпожнадзора. Одна из наиболее вероятных версий, которая рассматривается в настоящий момент, это аварийный режим работы электрооборудования. После ликвидации пожара сотрудниками отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Петропавловску-Камчатскому был произведен осмотр поврежденных помещений. Опрошены очевидцы происходящего пожара, а также лица, принимающих участие в тушении пожара. По данному факту проводится проверка с целью установления причины пожара. Однако из наиболее вероятных причин возникновения пожара является аварийный режим работы электрооборудования. По результатам проверки будет принято одно из процессуальных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации. На Камчатке уже давно открылась навигация, этот факт многим принес большую радость. И не мудрено, ведь это рыбалки, сплавы, морские прогулки. Но и те, для кого отдых на воде обернулся трагедией. С начала сезона у нас в регионе зарегистрировали более пяти подобных происшествий. Несколько человек, несмотря на усиленные поиски, до сих пор числятся пропавшими без вести. Так, до сих пор неизвестна судьба жителя поселка Озерновского, который 5 мая уехал на моторной лодке в район реки Опала. 7 мая мужчина выходил на связь, сообщив, что возвращается в населенный пункт через море. Однако до места назначения не прибыл. Заявление о проведении поисковых мероприятий 11 мая поступило в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю от полиции. Силами правоохранителей, спасателей и волонтеров поиски велись больше 10 дней. С нарастающим итогом было обследовано 484 километра прибрежной полосы Охотского моря от поселка Озерновского до поселка Октябрьского. При помощи беспилотников обследовали 13 квадратных километров прилегающей территории. Результатов нет. 20 мая при переправе через реку Авиваям бесследно исчез другой житель Камчатки. Впоследствии нашли только его резиновую лодку с мотором. В дальнейшем выяснилось, что рыбак вышел на воду без спасательного жилета. Еще один гражданин упал в водоем по неосторожности, предположительно в нетрезвом виде. Но так и не вынурнул. Подробностей данной трагедии нет. О ней в службу спасения сообщила видевшаяся женщина. Однако остается фактом то, что мужчину так и не нашли. Через несколько дней произошла еще одна трагедия. К спасателям поступила информация о том, что 28 мая из села Каменского, село Оклан Пенжинского района выдвинулись две лодки с людьми. Однако и дной из маломерных судов в населенный пункт так и не прибыло. Через некоторое время была обнаружена пустая лодка, людей в ней не было. Их местонахождение также неизвестно. Это я перечислила только несколько случаев. Были и происшествия, в которых людям удалось выжить. По счастливой случайности. Основными причинами трагедии на воде и вблизи нее, как правило, является купание в неотведенных для этого местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил безопасности при пользовании плавсредствами, а также оставление детей без присмотра. Опасны для купания незнакомые места. Здесь могут встретиться ямы, густые воды, росли сильные течения и коряги. Не прыгайте в воду с причалов, мостов и лодок. Кроме того, не следует пересаживаться во время катания с одной лодки на другую и плавать на средства, которые для этого совсем не предназначены. Владельцам маломерных судов перед выходом на воду также стоит вспомнить правила безопасности, основное из которых – наличие спасательного жилета. По требованию инспекторов ГИМС спасательный жилет должен быть надет на каждого пассажира, находящегося в лодке. Кроме того, есть несколько обязательных условий. Наличие подголовника, который в экстренной ситуации поднимет голову над водой человеку без сознания, а также должны быть застегнуты все замки и лямки. Они не дадут высказать из спасательного средства даже самому юному маленькому рыбаку. Жилеты должны быть удобными и в застегнутом состоянии, не стеснять движения. Еще один важный момент – никакого камуфляжа, как любят многие жители Камчатки. Только яркие цвета – желтый, оранжевый, либо красный, чтобы вас было видно на воде издалека. Требуется наличие светоотражающих элементов и свистка. Кроме того, ни в коем случае нельзя рыбачить на судовом ходу. Это водное пространство, предназначенное для движения судов и обозначаемое на акватории или на карте. Помните, что нельзя выходить на водные объекты на неисправных или на непроверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту моторной лодки, раскачивать ее, нырять с борта во время движения, пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию мотолодки. Также запрещено пересаживаться людям с одной лодки на другую во время движения. Запрещено движение в тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможность сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна главное не паниковать и взять ситуацию под контроль. В первую очередь помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега, отмели, при этом звать на помощь. Несмотря на все предупреждения МЧС, люди продолжают жесть сухую траву. Буквально за неделю на Камчатке выгорело более 163 гектаров сухой растительности. Было зафиксировано 26 выездов на подобные пожары. В основном горели поля. И везде причина практически одна и та же – людской фактор. Между тем, в нескольких населенных пунктах региона введен особый противопожарный режим. Это села Тегиль, Пахачи, Каменская и весь Мильковский район. Такой режим предполагает полный запрет на посещение лесов и ограничение на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня. И нарушение данных правил улечет за собой наложение штрафов, которые, напомним, увеличились в десятикратном размере. Еще в нескольких населенных пунктах, в том числе и в Петропавловске и Камчатском, сохраняются повышенные классы пожарной опасности. Это значит, что температурный режим в настоящее время такой, что значительно возрастает вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большой площади. Ограничения вводятся такие же, как и при введении особого противопожарного режима. Поэтому стоит крепко призадуматься, прежде чем взять в руки спички. На сегодня это все. Берегите себя и не игнорируйте предупреждения МЧС. Помните, что ваша безопасность только в ваших руках.